Крупный рогатый скот, гигантские кролики, куры, петухи и гуси – все это богатство в нескольких километрах от города выращивает семья Григорьевых. Фермеры не только содержат добротное хозяйство в непростых экономических условиях, но и собираются его расширять. О планах и существующих проблемах хозяин крестьянско-фермерского хозяйства Александр Григорьев рассказал гостям. Из Новинмара в Тельвиску с визитом приехали делегации Департамента финансов и экономики совместно с Фондом поддержки предпринимательства. Отправилась в Тельвиску и наша съемочная группа. Авдена, цивуля и маленькая фросия. В крестьянско-фермерском хозяйстве семьи Григорьевых – две дойных коровы и теленок. Малышка родилась в феврале. С двух коров, которые, кстати, приобрели на средства окружных грантов, в день фермеры получают порядка 37 литров молока. В Тельвиске оно пользуется большой популярностью, а спрос, как говорится, рождает предложение. К июню на ферме появятся два бычка и еще одна корова. В сентябре также рассчитывают на пополнение. К следующему году в планах Григорьевых довести количество до 10 голов. Я думаю, молоко не будет оставаться, потому что можно и творог делать, и сметану. Можно выйти уже на побольше уровень молочной продукции и вывести. А планируете обеспечивать только Тельвиску? Нет, я в городе, в городе у меня есть тоже свои клиенты. Мы каждый день, вот я езжу в город и привожу им городских, очень много и заказов еще городских. На очереди вот стоят. Планы у животноводов большие. Для крупного рогатого скота необходимо построить ферму, закупить упаковочное оборудование для молока. Этим летом Александр намеревается сам заготовить сено для коров, а не привозить его из Кировской области, купил роторную косилку и мотоблок. Развитие хозяйства требует больших сил и финансовых средств. Пока, по словам Александра, работают на перспективу, только встают на ноги. Хорошую поддержку на этом этапе молодым фермерам оказывает округ. За счет субсидий как бы легче. Вот на литр молока, если будут пока субсидировать, хотя бы этот год, будет полегче, пока я вот не встану на ноги. Потому что сейчас и материал, и пиломатериал тут очень дорогой. В городе как бы еще легче, а сюда доставить – это уже другая цена. Кроме коров, в хозяйстве Григорьевых есть и пернатые. 12 несушек дают 10 яиц в день. Подрастают 4 выводка, а значит количество яиц будет увеличиваться. Гуси пойдут на мясо. Если продукция начнет пользоваться спросом, их число вырастет, и Александр построит для них отдельное помещение. Бельгийский великан до 10 килограмм живого веса. А это те, с кого все началось. Изначально у Григорьевых были только кролики. Опыт ведения личного подсобного хозяйства и подтолкнул заняться бизнесом и увеличить количество животных. Кстати, в мае этой семейной ферме исполнится ровно год. Очень порадовало это посещение. Я поняла, что надо действительно выезжать на место ведения бизнеса и смотреть. Молодец Александр Андреевич в том, что, так сказать, расширяет свой бизнес. И гранты, которые даны были из окружного бюджета, они принесли реальные, так сказать, результаты в виде молока для населения. И население очень пользуется, и спрос есть. И есть, как сказать, потенциал для роста этого бизнеса. Сейчас, когда он получает участок еще дополнительный, строит ферму, расширяет свое, так сказать, поголовье коров, это радует, что мы, в принципе, получаем реально работающий бизнес. По словам Татьяны Лагвиненко, округ и дальше будет помогать крестьянско-фермерскому хозяйству семьи Григорьевых. К примеру, у Александра есть возможность взять субсидию на модернизацию своего производства. Ферма Григорьевых – проект для телевизки социально значимый. Это не только обеспечение качественными продуктами, но и новые рабочие места. В хозяйстве уже работает один помощник.